Шахтная доска. На каждой клеточке зритель кладет монету гербом вверх или гербом вниз. И после этого показывает пальцем, это делает зритель, показывает пальцем на одной из полей. Вот, показал пальцем. Ассистент-фокусник запоминает, на какое место, на какое поле было показано. Зрите, отходите. И ассистент переворачивает какую-нибудь монетку. Ровно одну. Обязан перевернуть. Ровно одну. После этого фокусник, который до этого был, я не знаю, завязанными глазами, или еще как-то мы проследили, что он ничего здесь не мог, подходит, смотрит на доску и говорит, какое поле было показано зрителям. Он не говорит, какая монетка была перевернута. Но он говорит, что зрителям нравится вот такое поле. Как он это делает? Да. Может быть, эти монеты, они, я слышала, по-моему, подобный фокус, только про спички. Да. Эти монеты, по-моему, символизировали какие-то части лица. Вот, отлично. Отлично. Значит, если монеты сделать разными, то, конечно, можно пытаться играть в такие штуки, только, смотрите-ка, вам придется при этом войти в сговор со зрителем. А я сказал, что это зритель. Вот, посмотрите, есть три человека. Есть зритель, считается, что он абсолютно честный, ни в какие сговоры, ни с кем он не вступает, настоящий, хороший человек. Есть ассистент-фокусник, который, честно, на виду всех, играет за фокусника. И есть фокусник, который тоже, естественно, играет за себя. Никаких сковоров между ассистентом и зрителем быть не может. Между фокусником и зрителем тоже. Нет, ребят, это задача по математике. Еще есть идеи? Да. Я понял. Он просто понимает, что просто ассистент переворачивает на него ту монету, которую показал зритель. Ага. Вы считаете, что ассистент переворачивает ровно ту монету, которую показал зритель. Проблема вот в чем. Если бы у нас вначале все монеты были бы гербом вверх, то так и надо было бы сделать. Конечно, это самое простое. Ассистент с фокусником переворачивает на него ту монету. Ассистент с фокусником не просто в сговоре, а в трудовых отношениях. Вы понимаете? Они деньги зарабатывают. Они выступают в цирке. И они очень даже заинтересованы в том, чтобы угадать. Иначе зрители на следующее представление не придут. Зритель, случайный зритель. Вот я с вами... Нет. Вот угловно так же. Представьте себе нормальное цирковое представление. Настоящих цирков, конечно, так иногда делаем, что из зала выходит человек, который якобы случайный, а на самом деле он, понятно, работает в этом цирке. Но у нас это математика, у нас все честно. Да. Я имела в дубнику, но цирки показывают, что обязательно любое. Он не говорил. Я ничего не говорил про авторизм. Да. Но на любом поле от любого точки есть определенные... И тут раз, ну и ничего, взятошки с монеткой. Вот. Он кладет монетку с каким-то сдвигом, да? Да. Ребята, опять-таки у нас математика. В реальной жизни, конечно, можно придумать массу способов. Например, такой самый простой способ. Придумать вещество, которое светится в невидимом диапазоне, надеть на фокусник очки, которые в этом диапазоне, и смазать, понятно, да? Полиция. Вот. Но это все технические приемчики, которые я сейчас считаю нечестными и неправильными. У нас задача по математике. В реальной жизни можно представить, что ассистент будет с ужасно нагретьим пальцем. Нет. Или наоборот, с, не знаю, там, заменят монетку на... Ребята, все эти подлятки не рассматриваются. И, к сожалению, не понимаете, что когда вам дали задачу про 64, разумеется, практически нет шанса разобраться с ней, не разобрав задачу с меньшим количеством монет. Давайте сначала решим такую совсем простую задачу. Пусть монета одна. Шахматная доска размером 1 на 1. Скажите, пожалуйста, понимаете ли вы, что в таком случае зритель покажет на эту самую одну монету, ассистент перевернет эту одну монету, и фокусник что? Скажет, что было показано на эту самую монету. То есть ситуация, когда монетка одна, абсолютно очевидная. Ситуация одной монеты, одной клеточки, абсолютно очевидная. А вот теперь ситуация намного более интересная. Пусть у нас есть две клетки. Между прочим, ребята, даже эта ситуация уже достойна того, чтобы подумать. Значит, во-первых, эти две клетки давайте пронумеруем. Я одну из них пронумерую числом 0, а другую числом 1. Вот две клетки нулевые. Какие возможны варианты? А очень просто. Может быть, что вначале зритель положил монеты вот так, мог он положить их вот так, мог он их положить так, и мог так. Это не номера монет, а это вот что такое. Давайте 0 считать, это когда герб видим, а 1 это когда мы видим 0 герб, и 1 это когда мы видим цифру. Замечательно. А что еще? Вот еще что. На какую именно клеточку показал зритель? Очевидно, у нас два варианта. Зритель мог показать или на клетку номер 0, или на клетку номер 1. И вот, ребята, в отличие от доски размером 64 клетки, там размером 8 на 8, где совершенно непонятно, что делать, здесь у вас есть реальная возможность решить эту задачу, понять, что называется, что, почему. Я прошу вас сейчас это сделать. Давайте поймем, какая же называется форма отчета. А очень простая. Ассистент должен поменять одну из них, то есть вот из этой позиции он получит либо 1-1, либо что? Либо 0-0. Отсюда тоже, либо 0-0, либо 1-1. Отсюда либо 0-1, либо 1-0. Причем он должен так это делать, чтобы когда фокусник увидит вот это, то он мог бы понять на каком же месте. То есть идея такая, вот смотрите, скажем, если у нас 0-1, было 0-0, а стало 0-1. Вы согласны, что это разумно? Вполне разумно, да. Но в таком случае, если зритель показал на первую клетку, не на нулевую, а на первую, вам понятно, что надо сделать вот так? Да. Тогда смотрите, мы договариваемся, что когда фокусник видит 0-1, он абсолютно не понимает, это отсюда получилось и без чего. Когда он видит 0-1, то он точно знает, была рука зрителя на вот этой клеточке. А когда фокусник видит 1-0, то он точно говорит, была на этой. Смотрите, я могу здесь написать то же самое, 0-1 и 1-0. Согласны? Да. А вот здесь беда. Я не могу здесь написать ни 0-1, ни 1-0. Пожалуйста, завершите у себя в тетради заполнение этой таблицы, чтобы получить решение нашей задачи для случая двух клеток. А вот у вас слева написано 0 и 1, это значит, на какую клетку указал? Нет. Это значит, что ассистент перевернет вот эту монету. Из положения 0-0 ассистент получит положение 0-1. Нет. Я имею в виду самые лепые. Две цифки 0-1 и 1. Это значит, да, 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 да. Вот это, значит, смотрите, какая история. Вот здесь вот, это на что показывает? Это показал на клетку. А вот это вот выложил. имеется в виду что здесь вот как зритель изначально выложил монеты а здесь указано что вы хотите чтобы здесь было написано 00 а что вы хотите чтобы здесь было написано 1 и 1 между прочим да это можно сделать изменение ровно в одном месте и здесь тоже изменения в одном месте и можно договориться Когда видишь 0,0, то да. Отлично. А сюда что вы хотите писать? То же самое. И 1,1. Спасибо, вы решили задачу.